В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутаты Ленинского городского округа проголосовали за меры дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан в преддверии празднования 75-летия Победы. Важнейшим решением сегодняшней повестки, заседания, стало принятие меры социальной поддержки в честь 75-летия Великой Победы. В Видном скоро откроется медицинский кабинет для тяжелобольных, перенесших инфаркт и инсульт. Эта помощь требует очень кропотливой работы как пациента, так и врача. В Ленинском городском округе прошла вторая международная конференция «Долгосрочная опека и палиативный уход. Зарубежный опыт и вызовы для России». Живых людей становится во всех странах, в том числе в России, особенно в центральной России, все больше и больше. Прошло четвертое внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня, помимо вопросов, связанных с преобразованием района в городской округ, рассматривались меры дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее расскажет Максим Козлов. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский задумчиво смотрит на пакет проектов, представленных сегодня на рассмотрение депутатам. Шуткали на повестке дня 32 вопроса. Впрочем, все они были обсуждены на рабочих группах, и народные избранники имели возможность с ними ознакомиться. Действующих депутатов 30 присутствует у нас на заседании 28. Кворов у нас есть. Начинает работу. Четвертое внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа объявляю открытым. В начале заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с преобразованием Ленинского района в городской округ. В частности, они утвердили формирование, правопреемственность и структуру администрации городского округа. При этом в пояснительной записке отмечается, что предложенная структура администрации позволит внедрить принцип одного окна при работе с гражданами и более эффективно решать вопросы жизнедеятельности муниципалитета. Структура – это не догма. И, как и договорились с депутатами, особенно в части территориального управления, территориальных отделов, которые будут, мы где-то через месяц, через 2-3 придем для того, чтобы скорректировать, посмотреть, насколько это возможно сделать эффективно. Еще несколько вопросов, которые рассмотрели депутаты, касались увеличения единовременных выплат в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной и несовершеннолетним узникам концлагерей с 3 до 5 тысяч рублей. А участники войны получат еще более значительную поддержку. Важнейшим решением сегодняшней повестки, заседания, стало принятие меры социальной поддержки в честь 75-летия Великой Победы. И таким образом у нас до уровня федеральных масштабов, я считаю, поднята планка выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Это также составляет 75 тысяч рублей. У нас этих ветеранов на сегодняшний день, не дай бог им здоровья, 52 человека. И в том числе мы приняли с депутатами меры соцподдержки и выплаты для вдов ветеранов. Это и труженики тыла, и малолетние узники концлагерей. Все они по всем поселениям получат соответствующие выплаты и надбавки. Также в ходе заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся хозяйственной деятельности муниципалитета. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Видном откроется кабинет для тяжелобольных пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. Это стало возможно благодаря инициативе главного кардиолога Московской области. В рамках модернизации здравоохранения планируется создание специальных кабинетов, где будут наблюдаться пациенты, здоровье которых подвержено наибольшему риску. Подробнее о программе расскажет Юлия Погасьян. Клавдия Ивановна, как сегодня самочувствие у вас? Нормально. Тесное взаимодействие с пациентами, общение и анализ. Для врача важная составляющая лечения больных. Здесь, в Видновской районной клинической больнице, в кардиологическом отделении, людям оказывают высокофалифицированную медицинскую помощь. Вытаскивают, что называется, из самых глубоких кризисов, которые возникают в ходе сбоя работы сердечно-сосудистой системы. Выписывают лекарства, которые позволяют жить с диагнозом долго и счастливо. Правда, возвращаясь домой, не все люди продолжают следовать предписаниям врачей. В частности, из-за отсутствия компетентной сопровождающей больных поликлинической помощи. В связи с этим, главный кардиолог Московской области вышла с инициативой о создании в регионе специальных кабинетов, где будут наблюдаться пациенты, здоровье которых подвержено наибольшему риску. Эта помощь требует очень кропотливой работы как пациента, так и врача. Планируется создание сети кабинетов Московской области, именно конкретно занимающихся только этой группой пациентов, что, несомненно, может потом разгрузить как врачей-терапевтов на обычном приеме, так и удобство для пациентов, потому что зачастую этим пациентам нужна коррекция дозы препарата, которую может осуществить в лучшей степени и более адекватно врач, который знает этого пациента. Эта программа поможет пациентам с хронической сердечной недостаточностью продолжить амбулаторно наблюдаться у узких специалистов, ведь врач-терапевт поликлиники не имеет должной квалификации, чтобы помочь такому больному. Планируется, что в области появится сеть специализированных кабинетов. Один из них в видном, скорее всего, на базе центральной поликлиники, то есть вблизи стационара ВРКБ, оснащенного необходимым кардиологическим оборудованием. Это аппарат, мы видим структуры сердца, то есть мы видим четыре камеры сердца, и это помогает нам в дальнейшем в лечении пациентов. Мы видим инфаркт, и даже если на ЭКГ не видим, то можем здесь поехать увидеть. Или вот, например, тредмилл-тест – метод функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы, относящийся к нагрузочным пробам. Позволяет нам определить необходимость направления пациента в дальнейшем для проведения коронарографии или исключения необходимости для этого исследования. То есть, если у нас есть сомнения, что ишемического ли характера боли у пациента, который к нам обращается, мы проводим исследование и уже дальше принимаем решение по результатам этого исследования. И это лишь часть оборудования, которым оснащено кардиологическое отделение Видновской районной клинической больницы. Появись по соседству специализированный кабинет помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью, лечение таких людей станет продуктивнее, а значит, уровень жизни больных возрастет. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Эта неделя особенная, масленичная, сопровождается весельем, гуляниями и, конечно же, блинами. А уже с понедельника наступит Великий Пост. И сегодня мы в студию новостей пригласили священника Павла Красанова, чтобы поговорить о предстоящем 40-дневном посте. Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, приближаются дни Великого Поста. И Великий Пост начнется 2 марта и продлится до праздника Светлой Пасхи, до 19 апреля. В этом году Пасха именно в этот день. Как Вы считаете, отец Павел, все ли понимают смысл соблюдения поста? И что тут первоочередно? Конечно, со смыслами не всегда просто, потому что сделать действие гораздо проще, чем его осмыслить. Конечно, всегда в храмах в течение Великого Поста священники на проповедях напоминают о том, что он сводится не только и не столько к, скажем так, диете, к смене своего рациона, но это обязательно и участие в богослужениях, которые в течение Великого Поста особенные. И в другое время года они не повторяются. Это, конечно, и чтение Священного Писания, и размышления над евангельскими событиями, которые предшествовали Светлому Христовому Воскресению. На нашем телеканале выходит передача «Дорога к храму». Ну, некоторое время она не выходила, но вот совсем скоро она появится в обновленном формате, и вы, собственно, ее ведущий. Поделитесь, пожалуйста, с нами впечатлениями, как вам процесс съемок, и вообще, что ждать телезрителям? Конечно, для меня это был интересный опыт. Мы действительно перезапускаем программу «Дорога к храму». Она выйдет в несколько ином формате. Хотелось бы добавить в нее дух, ну, скажем так, некого такого домашнего общения. Добавится новая рубрика, помимо старых, которые, конечно, останутся. Это рассказы и о жизни видновского благочения, о храмах видновского благочения, о праздниках, в том числе о Великом Посте. Конечно, мы расскажем в рамках нашей передачи. Но мы еще и будем приглашать интересных гостей в священном сане, не только в священном сане, которые могут быть интересны зрителю, которые являются людьми верующими, церковными, но при этом являются еще и людьми разносторонними. Вот в данном случае мы пригласили на беседу к нам священника Олега Осадчева, который, помимо того, что служит в Георгиевском храме города Видно, еще является музыкантом. Как это было, уже увидим в программе после вечерних новостей в 19.50, если не ошибаюсь, в понедельник 2 марта. Обязательно будем ждать с нетерпением. Я напоминаю, что дорога к храму выйдет в понедельник 2 марта сразу после вечерних новостей в 19.50. А в нашей студии был ведущий программы священник Павел Крысанов. В Центральном офисе компании «Белла Восток» состоялась вторая международная конференция «Долгосрочная опека и палиативный уход. Зарубежный опыт и вызовы для России». На мероприятии были рассмотрены вопросы оказания медико-социальной помощи пожилым людям. Подробности в нашем сюжете. 27 февраля в Центральном офисе компании «Белла Восток» состоялась вторая международная конференция по долгосрочной опеке. Тема форума была посвящена вопросам оказания медико-социальной помощи пожилым людям. В нем приняли участие руководители департаментов министерств, представители учреждений здравоохранения и социального обслуживания из 40 регионов России, а также Польши, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии. Такое мероприятие особенно значимо для профессионалов, занятых в палиативном уходе. Ведь подобный обмен опытом между коллегами из разных стран – очень важный аспект построения системы долговременного ухода в России. Общество стареет. Мы являемся специалистами, у нас есть продукты, которые именно предназначены своими платформами для того, чтобы можно было более качественно и комфортно оказывать уход именно для больных, лежачих больных и пожилых людей. Организовано мероприятие благотворительным фондом Российского Красного Креста и Европейским Центром долгосрочной опеки. Жилых людей становится во всех странах, в том числе в России, особенно в Центральной России, все больше и больше. Они живут дольше, и дай бог им жить еще дольше, но со здоровьем у них не очень хорошо. Многие из них нуждаются в посторонней помощи. Как эту помощь организовать? В какой форме? Кто за эту помощь должен платить? Сколько должен платить? Откуда брать деньги? Все это вопросы, которые будут сегодня обсуждаться в контексте зарубежного опыта. Одной из тем поднятых на конференции стала программа работы с подопечными, которые страдают когнитивными нарушениями деменции и болезнью Альцгеймера. Самая сложность составляет сопровождение родственников, потому что они сталкиваются с историей, которой ничего не знают. И часто они говорят так, ну почему же доктор мне не рассказал, что меня ждет. Это очень сложная, большая, всеобъемлющая тема, и хорошо, что у нас есть возможность пропагандировать ее, поднимать эти вопросы. У участников конференции была возможность примерить костюм пожилого человека или тренажер эмпатии. Он состоит из специальных наушников, имитирующих глухоту, очков, снижающих видимость, а также утяжелителей, которые позволяют добиться эффекта неторопливости, неустойчивости и, как следствие, замедленного передвижения. Такой костюм дает возможность любому человеку на собственном опыте почувствовать все физические ограничения, которые накладывает инвалидность или преклонный возраст. То есть, что касается, ну шейного, да, там отдела, действительно, то есть, выгнуть вот так, вот согнуть, то есть, это действительно проблематично. Не говоря уже о том, что я с трудом, наверное, вас слышу. Не надо двигаться по-другому, обратите внимание, он напоминает как раз такого согбенного старика. Это мероприятие позволяет установить новые контакты между российскими и зарубежными коллегами, обменяться мнениями, поднять сложные вопросы и выработать новейшие стратегические решения в области долгосрочной опеки и палеотивного ухода. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Здесь применяются самые современные методики лечения и реабилитации, а дети и их родители чувствуют себя как дома. Наша съемочная группа побывала в российском реабилитационном центре детства. Подробнее в нашем следующем сюжете. Российский государственный реабилитационный центр детства уже более 20 лет занимается лечением и реабилитацией детей с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе детским церебральным параличом и задержкой речи. Учреждение оказывает специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичную медицинскую помощь для детей как Московской области, так и всей Российской Федерации. В комплексную реабилитацию которого включается лечебная физкультура, массаж, психолого-педагогическая коррекция, которую назначает психолог после осмотра деток при поступлении. В арсенале центра уникальные методики и оборудование, которые редко можно встретить в рядовых медицинских учреждениях. Роботизированный тренажер «Локомат» предназначен для выработки навыков ходьбы, либо для восстановления функций ходьбы. В основном у нас здесь детки с детским церебральным параличом после травматизма, либо после инсульта. В такие кабинеты роботизированной терапии ребята ходят с удовольствием. Тут можно одновременно и поиграть, и поправить здоровье. Тренажер «Ромео» предназначен для крупных групп мышц руки и также для суставов – плечевого, локтевого и запястного. У тех, у кого слабые мышцы, здесь получается укрепить их. Работаем над суставами в плане сгибания, разгибания. Если рука сложно поднимается, то мы меняем вес джойстика. В сенсорной комнате проходят индивидуальные занятия в зависимости от диагноза и состояния маленького пациента. Это у нас водяной матрас. Здесь ребенок может принимать удобную позу, и, соответственно, мы проводим занятия. То есть развивается у ребенка и внимание, и мышление. Центр детства включает в себя стационар на 220 коек и амбулаторно-поликлиническое отделение с дневным стационаром. Услугами последнего чаще всего пользуются жители Подмосковья. Мама с ребеночком приезжает к нам, и в течение 3-4 часов они получают лечение и могут уехать домой. В стационаре детки в большинстве случаев лежат с родителями. Им также бесплатно предоставляется кровать и питание. Нам нравится. Если бы не нравилось, мы бы сюда не ложились. Здесь уже как бы сего дома находимся. Лечебная физкультура и физиотерапия, массаж, логопедическая коррекция и арт-терапия – такая комплексная реабилитация позволяет ослабленным детям восстановиться, а некоторым буквально встать на ноги. В среднем курс лечения длится около 20 дней. Его повторяют 3-4 раза в год. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин